В Гае в ночь на 11 июля произошел пожар в магазине Планета. По улице Войченко, к сожалению, имеется погибший. Огнем повреждена пластиковая отделка помещения, закопчены стены и вещи на стеллажах на общей площади 20 квадратных метров. К ликвидации последствий пожара от МЧС было привлечено 7 человек и 2 единицы техники. Стоит отметить, что магазин открылся 30 июня и, не проработав двух недель, сгорел. Напомним, что это не первый случай пожара на торговой точке, занимающейся розничной продажей вещей. В октябре прошлого года сгорел магазин «Московская ярмарка», а в августе – едва открывшийся магазин на проспекте Победы. Гайским городским судом рассмотрены дела по искам прокурора в отношении шести жителей Гая о принудительной госпитализации в противотуберкулезную больницу. Установлено, что все ответчики больны туберкулезом, отказываются от лечения, дезинфекцию не соблюдают, проживают с семьями. По данным Гайского противотуберкулезного диспансера, эти лица являются активными бактериовыделителями и представляют опасность для здоровья окружающих. По всем делам судом принято подлежащее немедленному исполнению решения о госпитализации ответчиков для обследования и прохождения соответствующего лечения. 12 июля с 12 до 13 часов в отделении МВД России по Гайскому городскому округу начальником отдела организации охраны и конвоирования спецучреждений полиции управления организации охраны общественного порядка МВД России по Оренбургской области подполковником полиции Николаем Малозимовым будет проводиться личный прием граждан. Прием будет осуществляться по предварительной записи в порядке очередности. В распоряжении редакции портала гай.рф попало видео с авторегистратора. Автолюбитель двигался по трассе Гайорск. В районе поселка Репино впереди идущая Нива и большегруз стали неожиданно тормозить. Грузовик даже выехал на обочину. Причиной оказалась корова, которая вышла на проезжую часть. Стоит отметить, что на данном отрезке трассы действует дорожный знак 1.26, который предупреждает водителя о том, что он подъезжает к участку дороги, на которой может осуществляться перегон скота. Будьте внимательны и аккуратны за рулем. Пассажирские перевозки по маршруту Гайорск-Орск-Гай будут осуществляться через поселок Репино с 7 до 10 и с 16 до 19 часов ежедневно место остановки маршрута к зданию поселкового совета. По вопросам, связанным с пассажирскими перевозками, можно обращаться по телефону 40085 в Гае. В редакцию портала Гай.РФ обратилась жительница дома номер 4 по улице Войченко. По словам гайчанки, уборка крупногабаритного мусора с территории двора происходит ненадлежащим образом. У нас была произведена уборка крупногабаритного мусора. Вот вы видите, что здесь осталось. Это практически постоянно повторяющаяся ситуация. Вот этот мусор, он со всех сторон лежит здесь. Тут даже о ветках уже речи не идет, а вот о самом мусоре. Площадка, на которой стоят контейнеры, она тоже не убирается. Вот чуть-чуть подмели сегодня, все. Вот давайте пройдем вокруг. Посмотрите, вот туда посмотрите, вот что там делается. Приезжают без инструментов, без лопат, руками покидали, что вошло, и поехали дальше. То есть это называется несоответствующее качество услуга. Галина Шумилова также обратилась к сотрудникам ответственных служб и администрации муниципалитета. Вопрос к работникам ЖКХ, которые за это дело отвечают, и к нашей управе. Но вообще вопрос и к главе города. В конце концов, когда-нибудь будет наведен порядок и будет соответствовать территории нашего города элементарным санитарно-эпидемиологическим нормам. Вот у нас такие вопросы к ЖКХ и к нашему муниципалитету. В конце концов, власть должна когда-то сработать. В диспетчерской службе МУП ЖКХ города Гая нам пояснили, что крупногабаритный мусор относится к твердым коммунальным отходам жизнедеятельности и вывозится коммунальщиками по графику, согласованному с домом управлением, не реже, чем один раз в 10 дней. Уборка веток входит в обязанности администрации муниципалитета. С 13 по 26 августа ТЭЦ Гайского ГОКа будет полностью остановлено на ежегодный плановый ремонт с прекращением подачи горячей воды в город. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За главным спортивным событием этого года следят болельщики со всего мира. Но немногим удается посетить сам чемпионат, а уж тем более заглянуть в его закулисье. Однако гайчанам Вике и Ермеку повезло – они стали волонтерами на Самарской арене. В эксклюзионном интервью за Арина Беркинбаева ребята рассказали, как они попали на чемпионат, чем там занимались, а также несколько забавных историй с иностранцами. С полной версией интервью вы можете ознакомиться на сайте гай.рф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 14 июля в честь Дня Металлурга в Гае состоится велопробег. К участию приглашаются любители велоспорта всех возрастов. Начало велопробега в 10.00, регистрация участников на Центральной площади напротив детской поликлиники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот уже на протяжении нескольких недель температура на территории Гайского городского округа днем достигает свыше 30 градусов. Съемочная группа портала гай.рф вышла на улицы города, чтобы узнать у гайчан, как они справляются с жарой. Никак не спасаюсь, дома сижу, вечером хожу. Никак. Работаем. Я пью много воды. Замороженной водой. Да никак, выдыхаем. Я шляпу одел, да пошла. На речку купаюсь. Водичку пьем, у нас целая суть. А как вы спасаетесь от жары? Да вот, домой иду. В Гае в храме святых апостолов Петра и Павла установили новые купола. В торжественном мероприятии приняли участие прихожане, представители духовенства и администрации Гайского городского округа. Жизнь труды твоя дар, и не 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 дар. После церемонии освещения новых куполов специалисты при помощи крана подняли и установили конструкции на здание церкви. Антон Скороход, Андрей Корчагин, служба информации, телерадио, компания «Евразия». Еще больше интересных новостей опубликовано на сайте гай.рф. Ищите на социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Подписывайтесь на наш паблик-чат Вайбер по номеру 8903-391-01-00. Спасибо за внимание и до новых встреч!